Доброе утро, друзья! Сейчас 8 утра, прошли ноябрьские праздники. Прекрасное утро и хочется первым делом пройтись на реченьку, посмотреть как там обстоят дела. Барбосы тянут меня в лес, но в лес мы с вами пойдем уже после реченьки. Среди туч, видно, пробивается восход солнышка и дорогу к речке у нас сопровождают грибы. На месте, где сидели тыквы, выросли вот такие вот красавцы. Грибы их на участке много. Вроде как это съедобные грибочки. Ах, тигра понеслась на речку. А еще по дороге к речке нас встречает вот такие красивые цветочки. Такая красота! Как будто осень и не наступала, как будто зима и не предвидится. Все цветет, растет и пахнет. На речке уровень воды еще больше поднялся. Вы видите, тут был полок у меня и он уже оказался под водой. Его уже, видите, не видно на зеркале воды, но тем не менее, вот это вот сооружение, которое я еще успел сделать до холодов, очень меня радует тем, что здесь можно стоять, любоваться, сидеть, наслаждаться. В общем, получилось многофункциональная штуковина. А сейчас я замолкаю и оставляю вас в тишине пения птиц и созерцания этой красоты. Привет, привет! Как будто в зеркало смотришься. И аватарыч тоже пришел, посмотрел зеркало, понюхал камеру. Ну и тебе надо понюхать камеру. Вот эти барбосины-папиросины. Вот эти барбосины-папиросины. Они так хотят в лес пойти, грибы собирать. Аж не могут на месте стоять. Им даже кушать не давай, а только в лес их види. Сейчас, друзья, пойдем за барбосами в лес. Там среди леса есть речушка, обалденную энергетику имеет. И я туда по утрам хожу с барбосами делать зарядку и заряжаться этой красотой. Иду с речки и обратил внимание на обилие молодых мукоморов в участке. Видите, прям пробиваются целыми стайками. Молодняк. Вот здесь вот видите, уже такой пожилой товарищ сидит. А здесь в расцвете сил сидит красавчик. Вот этого я подфутболил случайно. Ногой только что. И вот смотрю, как-то их тут очень много. Компания, это семья скорее всего. О, смотрите, еще один. Итак, сколько мы насчитали всего мухоморов, друзья? Напишите в комментариях. Как прекрасно по утру. Такие необъятные просторы возле лесного домика на реке. Так хорошо, уютно, когда знаешь, что придя с леса замерзшим, можно так сказать. А там тебя ждет печенька, теплая, уютная. И в которой стоит вкусная-вкусная каша. Ммм, с этим чувством так приятно идти в лес. Что мы с вами сейчас и делаем. Хочется посмотреть, какие там растут грибочки. Возможно насобирать. Вот сразу уже встречают нас первые грибы. Но барбосы уже убежали. Они меня не дождались. Возможно они догонят. Почему-то я даже уверен, что догонят. Но посмотрим. Очень хочется пойти на речку и насладиться утренней зарядкой. А здесь нас встречает очередная компания вот этих вот товарищей. Дружной-дружной семейкой. Ой, красота. Не успел я зайти в лес, как встречает. Вот такой красавец. Многие подумают, что это поганка. А это очень вкусный гриб, который можно практически сырым кушать. Надеюсь, он еще нас подождет. Пока я сделаю зарядку и буду возвращаться, чтобы его сорвать и насладиться его вкусом. Он очень вкусен, когда его делают в кляре. Жарят в кляре. Ой, это обалденная штуковина. Надеюсь, все знают этот гриб, как он называется. Я думаю, даже в комментариях многие напишут, как он называется. Поскольку очень вкусный гриб. А мы идем дальше. Парбосы меня почему-то еще не догнали. Очень на них не похоже. Лес потихоньку начинает светать. Просыпаться плавненько. Дышится полной грудью. Ой, красота. Весь в предвкушении сегодняшней зарядки. И вы знаете, мысль у меня сразу же переключилась. Поскольку вот на этой дороге совсем свежие следы косули. Вот это вот шла косуля. И вот даже, наверное, вот здесь будет отчетливо виден ее копыт. А копыт у нее очень немаленький. Сантиметров восемь. И вот еще вот полный ее копыт. И здесь она прямо гуляла. И гуляла она прямо, как я понимаю, к речке. Совсем рядышком с лесным домиком. Могла бы зайти и в гости. То-то я думаю, почему барбосики здесь гавкали. И прямо сюда пули рванули. Вот все становится понятным. Один раз, друзья, кстати, своими глазами, наверное, в метрах пятидесяти от лесного домика в лесу видел двух прекрасных лис. Здесь, наверное, это была семья муж и жена лисиц. Это был примерно вот осенний день. Именно день, не вечер, не утро. И они очень-очень близко подошли к лесному домику. Да, вот такое тоже бывает. Я прошел уже достаточно далеко, но следы косули, они все еще идут по дороге. Я все еще иду по этим следам. Хотя очень странно, косули обычно по дороге так особо не ходят. Даже мне стало и очень интересно. Ой, красота! Каждый раз, когда прохожу мимо вот таких вот посадок, у меня возникает вопрос. Это сделано руками человека? То есть высаживали семечки вот так вот через какой-то промежуток времени? Или это все-таки сделала сама природа? Я имею в виду вот эти вот ровные-ровные посадки. Вы видите, здесь нету ничего. А вот здесь через какой-то промежуток вновь посадка. Потом опять промежуток и опять посадка. И вот такими стройными рядами вот такие у нас посадочки. Очень даже интересно, кто у нас лесник. Буду рад услышать ваш комментарий, как вот оно так рождается, все это дело. А у нас на очереди ознакомительная рубрика, что растет в таких посадках. Давайте пробежимся немножко. Посмотрим, какие грибочки растут у нас в посадках. Здесь растут вот такие грибочки. Так, опять такие грибочки. Опять такие грибочки. Но хочется что-нибудь другое посмотреть. Вот какой-то то ли это рыжик, то ли это волнушка. Это съедобный гриб. По-моему, он называется волнушка. Но очень похож на рыжика. Вот. Так, где наши грибники, подключайтесь. Вот этот интересный гриб. Я всегда считал, что он несъедобный. Но, как я понимаю, что несъедобных грибов нету. Тоже интересно. Ваше мнение. Где-то надо мной поют птички. Точнее, одна птичка. Возможно, здесь ее где-то гнездо. И она волнуется. Все, уходим, уходим. Так, где у нас еще грибочки? Странно, друзья. Самое время для грибочков. Погода соответствующая. А грибочков не наблюдается. Давайте вот сюда пройдем. Хопа. Вот тут грибочек сидит. Тоже. Вот такой. Мне кажется, тоже съедобный. Ну, пробовать-то я не буду. Вот. И таких грибочков здесь достаточно много. О, а здесь уже появились березки. И возле березок уже здесь какое-то такое пространство выделено. То есть, уже не такой густой лес. И здесь уже как-то приятно находиться на этой полянке. Как-то даже и дышится легче. Более просторно, что ли. Более свободно. И вот здесь тоже. Оп. Березочка есть и сразу же дышится. Хорошо. Тоже какой-то грибочек лежит. Старенький. Даже и не видно никаких грибов. Вон там вижу гриб. Сейчас мы к нему подойдем, поздороваемся. Вот это, по-моему, подзеленочки растут. Насколько мне известно, это подзеленки. А вот там вот, что за гриб растет. Вот. То ли это рыжик, то ли это волнушка. Если рыжик, то он очень ценный гриб. Как мне говорят, вот кто знает, рыжик это или не рыжик. Но я его все-таки возьму, наверное. Возьму. И, возможно, что-то с ним приготовлю. Мне так нравится гулять среди вот этих вот светлых полянок. Посреди вот таких вот темных-темных-темных зарослей. И среди них отчетливо приятно ощущать, что находятся грибы. Вот такие вот красавчики. Рыженькие. Вот они такие. Рыжульки. Я их буду называть рыжульки. Рыжулька. Вот это, по-моему, рыжик стопроцентный. Отправляйся к нам в пакетик. А мы пойдем дальше гулять по таким вот полянкам. Уже в арсенале три гриба. И вот я подошел уже к четвертому. Если это рыжики, то мне очень повезло. В каком плане? Рыжики очень похожи на грузди. В том плане, что грузди можно солить. И вот через сорок дней их можно уже кушать. Они такие вкусные. Так вот, рыжики чем хороши? Тем, что их можно кушать уже через четыре дня соления. Вы представляете? Те через сорок дней, а рыжики через четыре дня. Ох, какие посадки красивые. Здесь просто интересно гулять. А лес еще и делится грибами. Двойное удовольствие. И вот я сейчас гуляю. Чуть-чуть уже холодновато мне. Легко оделся. И мне идея такая пришла. У меня гостья на лесном домике. Она еще отдыхает. А в русской печи уже готова каша. На целую ночь томилась каша. И вот сейчас, пока гуляю по лесу, мне захотелось приготовить для гостей вот именно тот зонтик в прикуску каши. А еще сделать вкусный витаминный салат. Мне кажется, это будет очень-очень кстати. А еще у нас здесь появился вот такой вот товарищ. Вот. Масленок. Покажись, как ты тут. Хорошенький. Масленок. Вот такой вот. Красавчик отправляется в наш пакетик. Не думал я собирать грибы. Но как-то оно все само пошло. А вот впереди там какой-то пролесок. Куда очень-очень меня тянет. А если тянет, значит надо идти туда, куда зовет сердце. Вот много-много таких грибов. Вот, друзья, если поделитесь и скажете, что за грибы, и вдруг они съедобные, буду вам благодарен. В дальнейшем буду тогда их собирать. А здесь оказалась еще более шикарная полянка. Более светлая, над которой летают птички. Ой, красота, красота. Неописуемая. Вот такое счастье встретить прослойку березок среди вот такого хмурого, такого плотно засаженного леса. И здесь такой хоп островок счастья. С такой вот красивой березкой. Красота. А вот хочется даже пойти вот по этой аллейке и насладиться вот этим вот шикарным видом, этим ощущением. Ах, даже дышится намного приятней. Красота красотенная. А мы подходим к месту, где один лес переходит в другой лес. И вот этот вот переход, он настолько ярко выражен, что вы сейчас сами все увидите. Здесь видите, сразу аллейка березок на входе появляется. И здесь вот такой огромный нарост на березке. Огромный, огромный, огроменный нарост. Вот, кто-то называет его чагой, кто-то по-другому. Но в этом наросте лежит шишечка, которая очень прижилась тут. Очень даже интересно смотрится. Ой, а тут лес совсем уже другой нас встречает. Буду я наверно возвращаться уже обратно, поскольку уже ручки подмерзли. Такое интересное дерево встретилось на пути. Такое кряжистое, старое, дряхлое. Но такое фактурное. Вот оно, какое красивое. А тут на пути нас встречает что-то такое зелененькое. Что-то тут у нас зелененькое. По-моему, это зеленки. Что-то мне говорит, что это зеленки. Ну, потому что они зеленые. Возьмем. Так, где-то, где-то здесь он был. Вот этот вкусный гриб, который мы с вами, точнее я хотел приготовить. Ой, а там даль и дальние. Такие красивые. Так, а где же этот гриб? Ага, вон вижу грибник, уже собрал мой гриб. Нормально. Нет уже нашего гриба. Ну, ничего. Я вот сейчас шел и у меня такая пословица наших предков. В голове была ложка дорога к обеду. То есть, если ты увидел гриб, то ты его сразу бери. Они думают, брать, не брать. Да, выработцы? Ну, вот они уже встречают. Зайцы. Зайцы попрыгаются. Ай, довольные-довольные. Довольные-довольные. Ну, ничего. Каша с русским причинам тоже там подойдет. С салатиком тоже весьма будет вкусненько. Домик-домик, родной домик. Кашей из русской печи будет салатик. Вот столько зелени еще есть. Теплицы собрал разной. Вот такая штука будет натираться. Помидорки тоже свои теплицы. Все это будет вместе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. С протерем. С яичками и под хорошую заправочку. И будет шикарно. Ага. Субтитры сделать шикарно. Далее. Ага. Ага. Брон. Вкусные. Ага. 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 вот такие помидорки уже ноябрь а еще есть помидорки в теплице и разве это не чудо мне кажется это настоящее чудо все это мы отправляем вот сюда и уступаем место зелень много-много-много зелени сейчас ее еще сполоснул мне больше всего нравится хранить зелень вот в такой емкости в воде в холодильнике зелень тоже отправляем в нашу общую бадью так сказать и на очереди у меня вот такая вот штука это как она кофе молка и здесь я делаю смесь здесь много ингредиентов кому будет интересно я перечислю если достаточно комментариев интересных наберется ну кому интересно что это такое то я поделюсь долго я приходил к этой смеси для салатов и вот сейчас ее будут дробить вот такая вот штука получилась и это все отправляется свеже смолотое вот сюда видите она даже сыпаться не хочет потому что здесь столько полезных масел которые вот надо даже убрать и вот так соскребать и вот видите какая такая штука и в салате будет просто умопомрачительно но вкусно в этот салатик еще очень хорошо идет вот такой вот гранатовый соус в принципе идет в любой салат хорошо но вот в этом он будет просто незаменим и перемешать чтобы был красивый вид забыл я друзья самое главное маслица холодного отжима поэтому я уже добавлю наверное маслица другого такого маслица добавим качестве исключения и хорошенько это все перемешиваем для приобретения красивого вида потому что должно быть не только вкусно но и эстетически красиво можно сказать салатик готов так кофе готова кофе для гостей и теперь самое главное самая фишка это достать с русской печи кашку которая томилась целую ночь она не хочет никак вот так вот сливаем водичку лишнюю вот такая кашка будет в общем друзья из моей практики первый раз когда каша оказалась вообще сырая пока каша доваривается кушать хочется мы уже приступили так сказать к наслаждению светлана как вообще салатик своих находках творческой творчестве в кулинарном это полная импровизация такие какие все жизни если кто-то кушает при просмотре этого видео всем приятного аппетита и теперь пришло определить время третьего победителя одной из этих работ победитель получит одну из этих работ это уже третий победитель и я решил выбрать из нашего третьего видео самые популярные комментарии по лайкам среди подписчиков подписчики поставили целых 17 лайков вот этому вот прекрасному комментарию посмотрим кто у нас победитель и победитель у нас татьяна попутчица вот такое вот имя татьяна свяжитесь со мной в одной из социальных сетей вот вот этих вот помечу и дайте мне ваш адрес чтобы я отправил вам одну из картин еще раз поздравляю победителя я очень рад подарить буду вам свою работу у у